здравствуйте дорогие друзья все еще сижу дома стараюсь не выходить на улицу единственное что я делаю это я утром вожу мужа на работу на машине это обязательно я утром стою рано он стоит пять утра гуляет собака и потом я его везут на машине в колпино это полчаса туда полчаса обратно где-то час я трачу дорогу иногда когда пробки тогда еще и дольше вот ну что могу вам показать и мне кажется уже показывала есть ролик где мы снимали у меня здесь квартире но я думаю что мы уже в этой квартире снимаем последний раз скоро переезжаем уже вещи я собрала вас нам много очень вещей собрала поэтому квартиру нет смысла показывать но картины я еще не поснимала уже часть картин я раздарила тут немножко поменялось у меня что-то может быть с тех пор поэтому можно посмотреть еще что здесь интересное будет вам я не знаю но мне кажется все это вы видели вот этот сильно устал вышивку я хочу поменять раму мне не нравится эта рама это меня наш мастер багетчик уговорил в нее сделать но что-то она слишком помпезная для такой вышивки и я бы хотела что-то попроще но вот сделали и висит такая у меня рамочка ну вот это барышня это мне кажется что это я в молодости вот я смотрю на нее очень похожа мне кажется на меня поэтому вот такая вот она смешная как как я такая же худышка в голос у меня были такие же рыжие кудрявые вот ну вот это dimension спиона и дельфини он который мне очень тяжело дались восточный букет очень легко я вышла быстро очень красивая рама это не оформляли на пушкинской улице у нас там была очень хорошая багетная мастерская замечательная просто но вот мои попугайские тюльпаны это две картиночки вот с видами моря это мне подарил наш георгий который наш художник который проводит у нас мастер-классы вот эта картина и вот это я их повесила в разных местах сейчас вообще они должны висеть рядышком на мой взгляд вот я их очень люблю они такие прямо душевные мне очень нравится вообще я люблю морские пейзажи ну вот эти маки это самая первая картина маслом какую которую я написала потом было очень много и что зачем шло я уже не помню но вот это самое первое она может быть не очень удачная но я ее люблю за то что она у меня первое самое и такая вот когда я ее писала конечно это было очень смешно мазну по чуть-чуть порисую и жду когда георгий придет дальше мне разрешит рисовать вот вот это вот сирень я купила у художника на у нас здесь были авторские штучки в нашем спорткомплексе который сейчас сломали жалко мне этот комплекс очень конечно но вот теперь проводят где-то на станции метро лесная когда очень далеко ездить и я туда не езжу жена эти выставки ну что еще тут у меня вот это батик вот эти три картины это 4 даже вот еще и рис и риса эти этот батик тоже самой первой моей работы батик это то что я сделала самый первый раз я так долго и тщательно и рисовала старалась но она конечно такая простенькая но это моя самая первая работа поэтому я ее вот повесила здесь вот эти барышни уже я их была уже такой мастеровой мастеровая такая была я вот такую картину уже делала за один за один урок скажем так если другие женщины могли это делать и три-четыре уроку я уже делал эту работу за один урок но я как-то очень смело некоторые девчонки очень тщательно подходят к этому вопросу они боятся все но у меня как-то это очень легко и просто я не на нюансах на мелких таких каких-то детальках я не запариваюсь не не зацикливаюсь я стараюсь делать так как у меня получается получается как правило все здорово вот эту работу тоже вот эта работа мне нравится очень мне тоже кажется что надо меня похожа мне даже есть знакомая на на меня попросила ей подарить но я свою картину не стала ей дарить я и сделал еще одну и подарила вот ну эти розы тоже георгий помогал писать потому что сама бы я конечно так не написала вот эту работу гладиолосы взрыв на макаронные фабрики ты описала сама и мне она очень нравится сейчас я бы конечно добавила глубины в каждый цветочек более так темную серединку бы сделала но это тоже одна из самых первых моих работ поэтому я ее очень люблю она такая взрыв такой получился замечательной цветной но эта работа вот моему отцу подарил непрофессиональный художник был у него матрос на корабле папа у меня был капитаном корабля и матрос у него хорошо рисовал и вот он ему написал вот эту картину конечно может быть она не здорово профессионально написано но она дарака мне очень как память тоже сколько я помню себя столько я помню эту картину она написана в 1944 году во время войны видимо этот матрос писал свою деревню мне кажется что это черное море побережье черного моря может быть крым или потому что хатки такие стоят и море видно пирамидальные вот эти деревья я думаю что это вот южный берег черного моря вернее наверно северный но вот такая вот фиалка у меня уже цветет вот смотрите какие цветы замечательные фиалка цветет мне уже мой приятель и растит рассаду уже выращивает анютины глазки которые нет буду сажать около лен багета на фронт за 15 потом цветы как-то не очень меня любят когда я на севере жила фиалок у меня было наверное 20 сортов у меня круглый год они цвели у меня на окнах были сделаны лампы подсветки и цветы цвели просто вот огромными такими и как уже они называются вот эти вот луковичные да уже сейчас я не вспомню все много и и все они здорово у меня цвели цветы а приехала сюда в питер у меня все пропало и фиалки пропали и все вот это я не знаю каким чудом это фиалка у меня выжила у меня раньше все окна были заставлены цветами теперь уже ничего и кошка у меня вот кормим кошку на окне для того чтобы собака не съедала кошки на виду кошка тоже подъедает у него ходит у собачки но она так чуть-чуть она такая у нас интеллигентная чуть-чуть похрустеть похрустеть на этом все вот куклу я показала без глаза куда глаз делся не знаю надо искать глаз немедленно ребенок придет будет требовать глаз куда глаз делся надо приклеить переживаю очень это все игрушки моей внучки здесь три иконы одна из владимирского собора а две я вышивала это святая татьяна а это ксения блаженная моя самая любимая икона ксенушка блаженная нам не очень помогает жизни вот купчиха за чаем тоже давно я и вышивала еще в самом начале когда только открылась наша багетная мастерская это первая работа которую я оформила в нашей багетной мастерской вот моя собака любимая подстриженная помытая моя любовь моя морковь это мой маленький ребенок шерсти послушный добрый хороший мальчик вот так вот так если девочка все он млеет и за ней припрыжку бегом даже если дождик идет он в дождь вообще гулять не любит станет у подъезда и ни в какую вот аллергия только у нас очень сильная все время то там почешет то там почешет и ничего сделать не можем уже и корм меняли на человеческом корме был он у нас все равно аллергия не проходит и прямо не знаю что делать вот сейчас мы еще вот кошка нас все время достает и хочется играть кошки нашей уже четвертый год четыре года скоро будет но она еще у нас как котенок такая ближе покажись какой ты у нас хороший какой ты у меня красавчик ушки вот такие темные я когда еще в 90-х годах купила машину себе opel и начале 90-х и в эту машину я не знаю откуда у меня появилась игрушечная собачка вот такая маленькая кругленькая и вот можете себе представить что это собачка купим а я вот эта собака вот это вот 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 это вот это ведь когда я его взяла он был абсолютно рыжий и моська была черная и собака тоже у нее вот здесь вот черные уши черные вот такая же точно у меня собачка машине и я меняю машины а собачку все время перекладываю из машины в машину она меня там лежит на торпеде потому что это вот моя собака мы с ним все время утром папу провожаем на работу везем да джонни вот мы какие вот мы какие други так любит но никогда не кусит никогда не ничего не сделает это такое доброе существо его все дети в округе здесь знают как только идем все бегут джоня джоня и начинает гладить трепать его а он довольный очень любит детей потому что его дети не мучили в детстве поэтому он очень такой ласковый добрый жирненькая кошечка у нас динозаврик с маленькой головой с огромным туловищем вот она у нас какая девочка такая своенравная ни за что собаки прохода не дает пес хоть и старше ее на все равно она и гручая очень и очень веселая девчонка у нас все время надо ей играть бегать прыгать ширма все разорвано занавески видите вот одна уцелела только занавеска остальное все сорвано у нас потому что она уже тяжелая и когда она запрыгивает все срывается карниза вся по отрывал но уже не вешаем потому что нет смысла вешать вот такой у нас найденыш на работе три котика я все хотела взять одного ей чтобы они ей было весело жить веселей но не поймать они такие дикие что руки никак не даются сидит рядом смотрит я с ними разговариваю они смотрят мне в глаза только пытаясь руку протянуть сразу и убежали вот такие котята никак не приручить но они уже большие вышли к нам поэтому уже сложно если бы маленькие были но умные очень пользуются кошачьим туалетом кушают пьют водичку все мы там поставили полностью на довольствие кормим вот очень они молодцы чистоплотные никакого запаха нет мы мастерской они сразу поняли что надо делать куда ходить все наполнитель мы им подсыпаем все делаем как надо надеемся что они когда-нибудь привыкнут к нам ну что сомнительно конечно ну вот на этом пожалуй все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии до новых встреч пока садись садись посиди 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 вот 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 ревнует так когда я прихожу на перегонки бегут ко мне и нужно гладить и того и другого иначе сразу ревность вот вот как надо понюхать посмотреть что тут у нас такое рекуша красавица мы так и любим а такая она бесстыдница у нас ходит из папиной тарелки все таскает а сама не ест только может лизнуть там пару раз да тебя говорю да ушка 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 почешем ушка поддержим ушка поддержим ушка ушка мое ушко такое хорошенькое а